Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной волны с Игорем Цесарским. Наш эфир продолжает программу Игоря Цесарского, радиоблог. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Итак, очередной выпуск, очередной радиоблог, уже последний в этом месяце. Ну, всё когда-нибудь кончается. Сентябрь закончится, наступит октябрь. И всё продолжится. Ну, философские какие-то размышления, псевдо немножко. Меня навело то, что сегодня будет встреча с очень необычным, неординарным человеком. И это первая встреча с ним. Ну, может быть, и не последняя, скажу я сразу. Будем на то надеяться. И я сейчас готов представить его. Зовут его Александр Литвин. Он из России. Он философ, писатель, исследователь в эпигенетике, ситуативный аналитик, автор книг, автор многочисленных методик, которые он использует для, в общем-то, обучения людей с самых разных концов нашего, вроде небольшого, мира. Я не знаю, всё перечислять. У нас полпередача уйдёт. Александр, я, наверное, может быть, основное сказал. Как вы считаете? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Игорь. Спасибо, что вы пригласили меня в эфир. Я вообще путешественник по жизни. Я очень люблю перемещаться в пространстве. А в Чикаго я не был никогда физически. Но, во всяком случае, когда мой голос звучит на определённой территории, я считаю, что это часть моего перемещения, часть моего путешествия. Ну, на то можно только сказать, какие ваши годы. То есть, всё перечислено. Учитывая ту самую замечательную традицию, когда желают до 120, то, как говорится, во второй своей половине вы можете легко и у нас побывать. А вы знаете, я, в общем-то, до 2009 года был невыездной. Поэтому я очень долго находился на одной. Несмотря на то, что она была гигантская и огромная, и которую я исколесил вдоль и поперёк, я имею в виду в Советский Союз. Дальше периметра Советского Союза до 2009 года я не выезжал. Это было по настоянию тех самых, кто наверху... Это было связано с моей работой, безусловно. Ваши. Вот, конечно. Да, это довольно удивительно слышать. Ну, у вас много удивительного в жизни. Я всё-таки успел до нашей встречи что-то почитать и что-то послушать. Я надеюсь, что и наши слушатели-зрители в какой-то степени после этой передачи особенно сделают этот небольшой экскурс в вашу историю. Но слышать в 21 веке о том, что человек невыездной, это как-то больше из... Помните, да, период 70-80 прошлого века, когда... Ну, а причины же разные бывают. Вот, моя история связана с моей, так сказать, профессиональной деятельностью была. Вот, и не более того. Да, ну, о ней вы наверняка готовы немного рассказать, потому что вот этот термин, как я понимаю, который я произнёс, заглянув в шпаргалку, эпигенетика, это, конечно, для многих звучит, ну, вы понимаете, как что-то из такого весьма абстрактного, а что это такое? Ну, все знают про генетику, да, все знают, что такое генетика, все знают законы Менделя, мы это изучали в школе, это ботаника, в конце концов, это биология, вот. О эпигенетике знают мало, по большому счёту, это относительно молодая наука, и эта наука занимается, в общем, исследованием определённых предпосылок. Вот, если рассматривать структуру ДНК, она у нас с вами неизменна со времён Адама, она не меняется. То есть, мы практически копии первых людей, да. Но есть один момент, вот ДНК я рассматриваю как некий инструмент, допустим, это фортепиано, да, на котором 88 клавиш, да. Вот, и каждая клавиша – это определённая функция. Вот эпигенетика как раз занимается вот этими клавишами. То есть, мы рождаемся с разными способностями, с разными проблемами. У кого-то сразу от рождения задействовано, допустим, 10 клавиш, целый аккорд. У кого-то только диезы, у кого-то бемоли. Кто-то звучит с рождения очень гармонично, кто-то негармонично, но в процессе жизни приобретает эту гармонию. Кто-то получает много клавиш, но в процессе жизни утрачивает их. Я занимаюсь исследованием не в прямом понимании метилирования генов. Я считаю, что эмоция – это излучение, обладающее мутагенным свойством, которое, в общем-то, и отвечает за метилирование того или иного участка. Это, если так, в двух словах. По большому счету, это лекция, которую я когда читаю, по-моему, я так и эмоциональный. А это минимум 6 часов. Да, я слушаю завороженно. Почему? Потому что, когда какие-то вещи воспринимаешь на слух сразу, какие-то надо серьезно подумать и подготовиться. Но, на самом деле, читая и о том, что вы называетесь ситуационный аналитик, я вспомнил такую фамилию Берт Хеллингер. И, кстати, о нем, об этом ученом. У нас уже в эфире, те, кто меня слушает, может, уже не первый год, вспомнят. Была даже и передача, посвященная семейной расстановке. Вот эти все моменты. Насколько это близко к тому методу, который вы используете, когда люди обращаются, а я понимаю, что это многие тысячи людей обращаются к вам с разных мест, с вопросами вполне достаточно прозаическими. Что-то в жизни складывается не так, как, может, им хотелось бы, и они хотят знать, а что же первопричина того? Вы знаете, да, вопросы стандартные. Вопросы стандартные, и они касаются всего. То есть, вроде бы и стандартно, но всего. Богатые обращаются по поводу рекомендаций сохранения богатства, бедные обращаются по поводу того, чтобы стать богатыми, незамужние по поводу того, как выйти замуж, многие обращаются по поводу того, как правильно развестись. Огромное количество людей хочет выяснить судьбу своих детей, у них есть желание получить информацию о профессиях, о способностях, о талантах и так далее. Но это совершенно не метод расстановки, и близко ничего общего не имеет с этим методом. Это абсолютно другая история. Я ориентируюсь на некий штрих-код, который у нас, у каждого имеется. Это дата рождения. И для меня дата рождения это то же самое, что в географии система координат. То есть, если мы знаем точные географические координаты, если человек знаком к географии и более-менее ориентируется, во всяком случае, по двум цифрам, по долготе и широте, он может сказать, какой климат в тот или иной момент времени на данной территории, какое население живет, на каком языке оно говорит, какой экономический потенциал, какая история и так далее. И вот я, когда слышу дату рождения, для меня это примерно то же самое. Широта и долгота. Но одной даты рождения человека этого еще недостаточно, и поэтому я исследую генеалогию людей. И исследую прям по библейскому принципу. До третьего, четвертого колена, потому что в основе всего лежит наша генетика. О генетике сказано в самых первых строках Писания. Там сказано до третьего, четвертого колена отвечайте за грехи отцу. Все четко и понятно. О чем говорит эта фраза? А говорит она о генетической ответственности. И я вот эту генетическую ответственность в общем-то и рассматриваю. И она как раз в этих датах она имеется. Конечно, я не получил эту информацию так в бухты-барахты. Мне иногда говорят, ну как можно вот так взять за 10 минут и так далее. Ну, я 50 лет изучал это. Прежде чем вот так сказать работать, да, я работаю в этой сфере с 2008 года, но для того, чтобы выйти на так сказать этот уровень, да, мне пришлось конечно огромное количество времени потратить на общение с людьми. К сожалению, моя деятельность она не подразумевает обращение ко мне людей счастливых. Так мир устроит. Александр, вот я уловил на одном из ваших эфиров, который успел прослушать до того, как мы с вами сегодня встретились. Вы как раз отвечали на вопрос где-то похожий и говорили, что вспомнили знаменитое изречения Иосифа Виссарионовича там, что дети за родителей не отвечают. Вот, но одновременно у меня тоже тут же пришло мне в голову, ведь у многих монстров человеческих потом в принципе-то не все как некий пропагандист Адольфа Гитлера в общем-то покончил и с собой и со всеми детьми, а у некоторых вполне себе потом дети были и они с какими-то взглядами весьма противоположными даже и вот как на них это проклятие вот передавалось они отвечали за своих вот этих монстров во-первых Игорь нужно смотреть все-таки дело в том, что справедливая штука очень интересная она пролонгирована по времени до третьего четвертого колена и судить допустим о нацистских преступниках не видеть результата на четырех коленах еще рано это первый момент второй момент мы все знаем что все религии мира и медицина мировая категорически против близкородственных браков почему потому что если близкородственных брак ошибка удваивается и тогда мы видим быстрый результат но у этих потомков этих людей которые натворили там же одна ветка может быть совершенно кристально чистой и вопрос касается копирования но уже в любом случае потомки таких браков всегда имеют проблемы не бывает у них так чтобы они шли без проблем по этой жизни получив массу отрицательной энергии в виде отрицательной эмоции от современников и это не прячется все равно живут независимо от того насколько они вообще может быть абсолютно светлые люди природа так устроена она дает нам шанс исправлять ошибки прошлого она дает нам этот шанс всегда дает но иногда у потомков не хватает их жизненное исправление и эта палочка эстафетная она передается в последующие поколения получается это проклятие иногда все таки как вы говорите идет на 3-4 поколения да на 3-4 это не я говорю но я от вас это слышу я поэтому то есть я доверяю этой книге очень серьезно доверяю этим книгам а не потому что я крайне религиозен нет я просто подхожу к этому совершенно другой точки зрения я я вижу очень много корреляции с физикой с обычной физикой и когда мы говорим допустим если там написано в начале было слово да мы же понимаем что слово это вибрация слово это волна а волна несет энергию мы это знаем из физики волна несет энергию и когда мы с вами разговариваем мы эту энергию несем мы ее расходуем нашу собственную энергию и наша эмоция она в общем-то и обладает мутагенным свойством но нельзя думать о слове мутации исключительно с отрицательной стороны потому что мутация это изменение это способность приспособиться допустим к гравитации к низкому содержанию кислорода да вот допустим люди занимающиеся спортом когда-то много лет и уже давно прекратившие заниматься спортом у них все равно останется низкая частота пульса число сердечных сокращений их организм уже так сказать натренирован но не это главное главное что у их потомков может проявиться то же самое даже мышечная память даже мышечная память и у профессиональных спортсменов очень часто рождаются дети с мышцами элитных атлетов это правда даже они могут в других видах спорта но тем не менее они одаренные уже да конечно ну так же как и у интеллектуальных людей больше шансов интеллектуальное потомство воспроизвести скажем так я вообще считаю чем больше читают родители тем интеллектуальнее дети тем их и это невозможно судить допустим если мы берем коэффициент IQ нет это совершенно другое дело вот и мы во многом стали большими скептиками мы не обращаем на наше интуитивное восприятие хотя я считаю интуицию безусловным рефлексом который отвечает за безопасность мне говорят Александр а почему вы не играете в казино потому что моя игра в казино не отвечает за безопасность да это я бы очень удивился услышав что вы это делаете так что ну каждому каждому свое говорили да у вас другая немножко специфика и вот но интересная вещь вот я опять же идя по тем каким-то предыдущим вашим высказываниями эфиром и так далее естественно обратил внимание на то что вы не обходите вообще не только личность но и современную жизнь как таковую вы комментируете вы не обходили стороной вот этот ужасный китайский вирус который подарили человечеству и что мы на что я обратил внимание что у вас одно из предсказаний можно так это назвать или нет это уж как вам удобней а ваше было что к началу к январю 21 года мол ну как бы вроде рассосется но тут я конечно задним умом мне было проще возразить что ничего не рассосется политикам это очень невыгодно чтобы это рассасывалось но это мой взгляд как бы человека который все время в каких-то политических участвует обсуждениях и так далее а вот что вы скажете на сей счет уже с позиции почти что конца 21 года как долго эта вся будет история продолжаться вообще о пандемии я впервые заговорил в октябре 2018 года журнал Эль брал у меня интервью и я там сказал что в 19 нужно готовиться к пандемии я прямо так и назвал я не знал что это будет я знал что это будет вирус это будет птичий грипп или просто грипп или какой-то штамм гриппа но во всяком случае я понимал что это вирус 9 декабря 19 года у меня была большая лекция в Москве здесь и я обычно в конце года провожу лекцию которая предваряет новый год и я сказал что с 20 года с 5 февраля мы погрузимся в хаос и этот хаос будет продолжаться в течение целого года и будет происходить сепарация я рассматриваю это то что с нами происходит как своеобразную сепарацию я реально надеялся что людей которых нужно менять намного меньше я примерно понимал что может уйти порядка 8 миллионов человек я очень надеялся что к маю 21 года этот вентилятор обладающий колоссальной кинетической энергией он будет остановлен но вмешались политические процессы и вмешался бизнес и вот это вмешательство оно выйдет нам конечно боком потому что сам подход абсолютно неверный как уже сегодня многие понимают потому что вопрос лежит как раз в эпигенетике и в генетике я знаю людей которые находятся в очаге в эпицентре и с ними ничего не происходит я знаю людей которых достаточно секундного контакта и они заболевают природа очень мудро устроила все если у человека и есть время на преодоление это знаете как самолет он имеет запас точка возврата на точку старта вот если у человека есть этот запас эмоциональный он возвращается обратите внимание на статистику по детям они болеют в легкой форме либо не болеют либо болеют бессимптомно и в общем-то без особых последствий и если есть тяжелые случаи как правило они связаны с теми же генетическими проблемами имеющие ну как бы это сопутствующий характер но они все-таки основные выступают на первую роль а не ковид чего я не могу сказать о взрослых абсолютно да то есть у детей есть некий карт-бланш у них есть время на то чтобы исправить очень многие ошибки если мы говорим о судьбе да и когда мы говорим отвечаем за грехи нам всегда дается определенное количество времени на получение положительных оценок от современников для того чтобы исправить генетику но наступают такие времена когда не люди решают решать что-то другое или кто-то другой или кто-то другой из-за них тем более из-за них из-за них ну вот интересным еще у нас просто я ошибся реально в количестве людей которых ну вообще нить вообще не ошибаются известно кто ничего и не делает вот но в данном случае я бы хотел еще об одной ипостаси сказать потому что для многих может быть это важно вы участвовали в телепроекте одном который называется битвой экстрасенсов ну скажем так я к сожалению великому говорю об этом абстрактно я не смотрел этого никогда поэтому и понятия не имею о чем это но но для интересующихся мне важно сообщить что вы были победителем этого вот как состязания вот может быть несколько слов об этом чтобы немножко расширить диапазон того в чем вы участвовали в твоей жизни да это это был проект в 2008 году он закончился 14 декабря 2008 года до этого я не участвовал ни в каких подобных мероприятиях я сидел и смотрел телевизор я смотрел эту программу и мне было достаточно легко сидя на диване принимать решения и думать и угадывать какие-то вещи мне это нравилось да тем более что опыт у меня ну как бы я работал тогда в таможне я командовал у меня были люди в подчинении и я был лучшим начальником отдела федеральной таможенной службы вот то есть у меня был опыт применения интуиции в отношении так сказать людей если допустим первая часть моей жизни была посвящена исключительно медицине военной медицине где я работал ну только мужчины только мужчины и жены и дети все то есть это очень специфичная категория но в основном это мужчины да все мужчины конечно это армия вот то потом я встретился с людьми которые там уже не было гендерных так сказать каких-то предпочтений мужчины женщины молодые старые все кто пересекает таможенную границу все вот они передо мной со всеми проблемами и в том числе жулики в том числе жулики либо жулики ввиду обстоятельств что у нас достаточно часто в связи с совершенством законодательства то ли жулики на профессиональной основе да и я всегда своим подчиненным задавал вопрос ну во-первых у меня у самого были неплохие результаты я всегда задавал вопрос как ты понял что этот человек антроподист что он нарушает правила что у него оружие или наркотики или еще что-то большая часть людей мне говорила ну не знаем мы не знаем ну что-то я их пытал они мне писали объяснительные как это произошло почему не имея ни ориентировок ничего человек делал стопроцентный результат да вот ну и соответственно эта информация накапливалась кроме того у меня были все паспорта участников процесса и я видел все подлинные даты вы же даты для вас это да я понимаю и когда у меня начало складываться вот это моя система и когда я уже просто открываю паспорт говорил человеку рассказывай иди сюда дорогой и потом получилось 2008 году я приехал со своим вторым сыном альбертом в москву он поступал у меня московский университет я позвонил на эту программу совершенно вот как бы далеко ничего не планируя исходя из личного любопытства и что мне не хватало на тот момент мне не хватало собеседника мне не хватало человека который вот в открытую говорит о том что он обладает какими-то способностями нет таких людей в моем окружении не было а там люди заявляют о себе и громко заявляют думаю я пойду сейчас поговорю поищу с кем я пообщаюсь это первый момент вот самый важный мне нужно было найти человека который мои личные ощущения мог бы помочь систематизировать как-то научить меня или еще что-то вот у меня все к тому моменту в общем-то складывалась неплохо хорошая карьера вот неплохая зарплата в общем-то относительно все было неплохо вот но извините да у нас буквально сейчас мы должны уйти да ну я обязательно хочу чтобы вы продолжили во-первых сказали на какой границе кому так сильно не повезло где вы работали во-вторых мы продолжим и оставайтесь с нами буквально несколько минут и мы вернемся люди о которых говорят и которых с удовольствием слушают настоящие профессионалы и интересные собеседники в прямом эфире народной волны с Игорем Цезарским Возвращаемся в программу радиоблог телефон студии 847-400-5200 напомню что в этом сегменте вы можете позвонить в студию и задать вопрос 847-400-5200 у нас уже есть звонок Сережа я только одно замечание сделаю здесь я очень попрошу всех кто нам будет звонить задавать вопросы и очень коротко мы сделаем некий блиц потому что наш сегодняшний гость предпочитает именно в таком режиме работать а вот если у вас будут какие-то собственные мнения по тому или иному поводу вы спокойно потом пишите свои комментарии когда этот ролик появится в ютубе спасибо слушаем вас очень пространно и мало научного так Сережа это как всегда Александр это есть вот если бы вы узнали его дату рождения я думаю вы бы дали свою определенную ну он же может сказать он более четырех слов произнести вслух не может тем более связать в одно предложение это проблема по-моему он родился какого-нибудь там 32 апреля дело в том что вы понимаете скептиков действительно очень много и среди скептиков а подавляющее большинство людей не интуитив ну так мир устроен а скептики они двигаются уже потом и после того как кто-то дает идею но эту идею нужно ну знаете вот мы берем алмаз да а потом надо сделать из него красивый камень и вот скептики как раз гранильщики я понимаю поэтому у нас все нормально звонок так что давайте принимать добрый день слушаем вас здравствуйте уважаемый Александр скажите пожалуйста удастся ли левым насадить нам здесь социализм фашистский социализм или все-таки останется Америкой нормальной спасибо вот такие вот вопросы 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 у вас глобальные очень серьезные конечно но я могу сказать следующее вот когда я говорил что начнется год хаоса да двадцатый год и вот здесь я ни разу не ошибся я сказал нужно затаиться нужно переждать нужно держаться за ценности традиционные будет много соблазнов но надо будет остановиться и просто переждать этот хаос это цикличность о которой говорил экклезиаст в Америке тоже подвержена цикличности вспомните что было в 60-е годы вспомните когда пришли хиппи и все казалось всем американцам что все эта страна закончила свое существование они все ходили с гитарами с длинными волосами а вот у них в каждом кармане был ЛСД но прошло и это время да сейчас сложные времена сейчас идет сепарация мы сегодня находимся в постхаусном состоянии мы не понимаем что будет с миром но это только сегодня когда я давал рекомендации на 21-й год я сказал это год рутинной работы молча каждый разгребает после хаоса на своих 10-20-100 квадратных метров мы строим что мы строим я скажу позже но мы строим и следующий год будет совершенно другим а мы обязательно успеем но у нас еще и звонок попробуем принять а потом добрый день да добрый день скажите пожалуйста как вы относитесь к теории о том что вот развитие человеческого мозга это влияние инопланетного разума который искусственно внедрил в нас это все давайте я расскажу что вообще я думаю о человеческом мозге как таковом я достаточно много изучал психологию я магистр психологии но я могу сказать что психология находится в самом начале своего пути в самом начале и до конца она еще не сформирована как наука мое отношение к человеческому мозгу как к некому приемнику и передатчику который сам ничего не генерирует и ничего не запоминает информация находится вне нашего головного мозга вне нашего головного мозга мы по большому счету пользуемся информацией генетика определяет качество нашего приемника и передатчика есть знаете ну как в обычной радиопрактике коротковолновый приемник ультракоротковолновый длинные волны средние волны и так далее и вот качество этого приема в общем-то и определяет уровень нашего интеллекта и это передается из поколения в поколение и наш мозг он улучшает свои характеристики мы все лучше и лучше понимаем этот мир и чем больше мы исследуем этот мир тем быстрее тем больше мы приближаемся к тем древним книгам о которых я говорил в начале это писание это библия это тор до стадия ранее если взять сколько земля миллиарды лет и тут вот игорь мы рано назвали себя гомо сапиенс рано мы себе польстили очень сильно мы люди ведомые надо по-латыни посмотреть что такое человек ведомый так ну у нас есть вопрос еще слушаем вас здравствуйте вопрос можно Александр лиц задать да пожалуйста здравствуйте еще раз Александр такой вопрос по дате рождения можно давайте знаете так бывает жизни наступил внутренний ступор человек устал отбыта не понимаю куда двигаться дальше вы не говорите пожалуйста о проблеме вы скажите просто дату рождения и имя 19 августа 1970 Жанна 19 августа 1970 год вот ну в общем-то могу сказать следующее поскольку вы человек невероятной активности и способны делать несколько дел одновременно у вас потрясающая мультизадачность в отличие от основной массы людей иногда вы можете даже подумать я немножко грубо скажу но примерно так ну что же вы такие люди тупые это же так очевидно вот то что очевидно для вас не очевидно для людей но мы говорили с Игорем о том что я сказал 21 год это год рутины это год скучной нудной но крайне необходимой работы вы в это время чувствуете ну практически вы находитесь в неком заключении в неком ограничении своих возможностей своей реализации и это достаточно серьезное для вас испытание достаточно серьезно вы никогда не нападаете первой вы прекрасно защищаетесь вы немножко провокатор то есть вы выбрали достаточно такой интересный путь вот в военной медицине есть такое понятие что сторона которая атакует теряет 70% личного состава сторона которая обороняется 30% вы выбрали путь обороны но чтобы двигаться вперед вам нужно мир провоцировать и вы провоцируете непроизвольно интуитивно называя какие-то вещи называя вещи своими именами вы вызываете агрессию в свой адрес и используя инерцию нападений контратакуете и как правило выигрываете но этот год не для контратаки и не для войны это год просто для рутинной работы что для вас совершенно неприемлемо вы человек стартапов начало апогеи завершения вы не занимались риэлторской деятельностью? нет к сожалению к счастью а может к счастью хорошо может к счастью но вы могли бы быть хорошим риэлтором да вот так вот ну хорошо Жанна услышала наверное что хотела мы берем еще один звонок добрый день слушаем вас алло здравствуйте да да слушаем вас Александр и все здравствуйте хочу задать вопрос о себе родилась в Украине Житомир 7 июня 71 года остановилась чем бы мне заняться в жизни 7 июня 71 года можно узнать ваше имя Алла Алла вот Игорь я вначале говорил что иногда у людей занимающихся спортом рождаются люди с мышцами элитных атлетов вот у нас Алла такая да человек готовый к движению к перемещению в пространстве и практически проблема очень похожая на проблему предыдущего человека который звонил да вот если дать волю вам Алла вы уйдете в кругосветное путешествие у вас очень много энергии для освоения этого пространства но у вас есть одна важная проблема и она связана с сомнением при принятии решений вы постоянно сомневаетесь да нет да нет ваша интуиция она носит такой мерцающий характер и вы подвержены из-за этого мнению других людей то есть если давление будет со стороны группы людей вы можете принять их точку зрения вы абсолютно не выносите критику то есть вы устроены так если вас критикуют вы думаете что вас не любят и вы сразу включаете вторую часть этой формулы если вы меня не любите я не люблю вас в три раза больше вы очень быстро можете принять решение в этом случае вы просто сейчас засиделись на одном месте вам не хватает степени свободы даже гипотетической может быть вы никуда не поедете но вот это ограничение связанное с пандемией которое держит нас всех на коротком поводке для вас это очень серьезное ограничение как прочим для меня допустим тоже для меня тоже у вас есть масса талантов и единственное если говорить об интуиции я не могу сказать что она у вас высокого уровня но она очень неплохо может быть реализована в медицине и все что связано с медициной из вас бы получился хороший спортивный доктор спортивный ну хорошо если этого не случилось то может случиться спасибо нет уже не случится да я я так алло да да слушаем вас алло здравствуйте меня слышно меня зовут Екатерина здравствуйте Александр Богданович я звоню из Украины хотел бы задать вопрос по себе дата рождения 28 апреля 94 года интересует направление дальнейшее в жизни ну вот я сейчас могу отключиться просто если что я вас дослушаю скажите вот мой путь какой он профессиональный вот такой вы знаете у вас есть одна серьезная проблема в генетике и она заключается в том что это это не проблема просто вы должны знать об этом дело в том что ваша точка зрения на мир она два раза в год меняется и это изменение происходит практически четко с точки зрения астрономии 20 марта и 20 сентября вы должны знать об этой своей характеристике это очень важное замечание дело в том что начиная с 20 марта вы смотрите на мир как будто вы видите его в окно первого этажа вы смотрите с высоты первого этажа на мир а с высоты десятого этажа вы начинаете смотреть очень резко и с 20 сентября как это выглядит вообще по отношению к людям вот вы смотрите в окно с первого этажа вы видите человека он одет он обут и вам нравится как он выглядит он вам симпатичен вы улыбаетесь ему вы общаетесь с ним и все нормально но в какой-то момент вы в нем разочаровываетесь и вы говорите он выдавал себя не за того а что произошло вы просто сместились с первого этажа на десятый и вот с десятого этажа оказалось что этот человек просто лысый ну просто лысый он и был лысый он и был но вы же не знаете что вы изменились ракурс точку обзора за этим миром и вы думаете мир вас обманывал на самом деле мир не менялся изменился ваш взгляд когда вы это знаете и вы мне говорите у меня просто заболевание битулярное расстройство я думаю вы тоже это тогда мне сказали вы это увидели у меня это как по генетическому коду прописано то есть это может тесно связано с моим заболеванием это и есть биполярное расстройство это и есть а вот работа не могу себя найти тоже двоякая везде я художник я не могу определиться куда мне себя знаете значит слушайте внимательно вы художник вы реально хороший художник вот но вы не слуга нет это очень важно для вас понимать что вы не слуга и если вы что-то рисуете то лучше всего у вас могут получаться картины связанные с властью это может быть и человек имеющий власть и символы власти это может быть замки флаги и даже цветы лилии да королевская лилия допустим в этом направлении вы можете очень хорошо работать но если говорить о ваших деньгах то деньги вам принесет не художественное творчество а дизайн интерьера очень дорогого спасибо видите очень здорово что у нас такая широкая аудитория вот даже с дружественной Украины звонок и вот еще я вижу звонок ну будем слушать добрый день добрый день можно говорите да 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 я слушаю Мария 4.06.90 интересно узнать по поводу могу ли я зарабатывать деньги в профессии скажем так 4.06.90 года Мария да ну вообще Мария очень странно что вы ко мне позвонили потому что вы человек как раз скептик человек глубокой математической аналитики вы практически шахматист вы очень медленный человек и вас нельзя торопить запомните Мария если человек вас понимает он вам скажет так я тебя не тороплю подумай на эту тему если человек вас торопит он вообще не понимает с кем он имеет дело я не вижу вашего лица но я думаю что вы выглядите моложе своих лет у вас есть два вида маскировки вы выглядите моложе своего паспорта а восприятие мира у вас намного старше чем человека рожденного в 90 году ваше восприятие мира примерно как у человека рожденного в 80 году то есть на 10 лет старше вся ваша главная проблема заключается в том что вы крайне недоверчивый скорее всего в моей работе вы увидели системность некую математику вы слышите меня спасибо уже отключилась наша слушательность надеюсь она слышала вас уже по радио а у нас еще звонок добрый день магистр психологии походи и отключился сразу да ну вот это вот тот самый я же предположил 32 апреля вы мне возразите конечно ну вот такой бывает такое вот нет ну а я же говорю это это нормальная история нормального сейчас человек человек наверное все-таки не очень счастлив и не очень здоровый к сожалению у нас есть еще звонок но это мы просто знаем о ком о чем речь поэтому можем утверждать даже вот так добрый день слушаем вас здравствуйте меня зовут Ириса я из Нью-Йорка число 06 07 1958 Ирис что вы хотели узнать 6 июля я правильно сказала 6 июля 58 года 68 68 68 68 года плохо слышно очень и скажите пожалуйста что вы хотели узнать у вас есть один вопрос я бы хотела наверное по поводу здоровья что-то узнать вы когда-то мне есть о чем беспокоиться но мы говорили о дочери поэтому как бы эта тема не зацепилась слушайте внимательно по поводу вашего здоровья значит в первую очередь вам следует обратить внимание на ваши почки я не исключу что был в детстве где-то в районе 12-14 лет пил нефрит поэтому почки необходимо контролировать вот это ваша персональная особенность связанная с тем что ваша кожа устроена так что она не работает в полной мире как некий радиатор охлаждающий тело через потовые железы поэтому нагрузка на почки большая да похоже на это вот я к сожалению не вижу вас и тут надо всю генетику смотреть но в первую очередь нужно смотреть почки следующий момент это очень важно вообще-то вы не любите врачей по сути не очень не любите лечиться ваша реакция на тестостерон она больше по мужскому типу да вы человек действия гнева а не истерики вот человек работы и работы достаточно много все это как бы позволяет вам игнорировать состояние своего здоровья но все-таки проверять нужно еще кроме почек и сердечно-сосудистую систему и следить за артериальным давлением вот это две главные проблемы александр я полагаю что вот есть конечно одна вещь о которой не могу не спросить заметили одни женщины позвонили это тенденция я вам скажу такую вещь женщины среднестатистическая женщина более интуитивна чем среднестатистический мужчина если брать по верхнему пределу если мы берем самого высокоинтуитивного мужчину и самую высокоинтуитивную женщину мужчина на порядок интуитивный если брать по низкому пределу по самому низкому уровню интуиции мужчин и женщин мужчина на порядок менее интуитивен чем женщина к сожалению я вот это вижу особенно а в средней статистике конечно женщины более интуитивны а вот здесь в первую очередь срабатывает самая вот эта рефлексия за будущее своих детей я же говорю интуиция это рефлекс отвечающий за безопасность и он у них постоянно тренируется но начиная с 20 года количество мужчин у меня резко возросло почему потому что вы знаете я говорил еще 9 декабря 19 года я сказал друзья мои у нас будет возрастать интуиция и многие спросили как каким образом она возрастет вот у меня ее не было а сегодня она у меня вдруг появилась я сегодня могу вам сказать как вспомните себя до пандемии вы едете в метро вы идете по улице рядом кто-то чихнул закашлялся или еще что-то надолго это остается в вашей памяти практически не остается как человек вежливый вы можете сказать будьте здоровы и не более того то после того как началась пандемия мы стали обращать внимание на людей которые рядом с нами мы пытаемся их сканировать он болен или не болен после контакта мы начинаем сканировать себя начинаем сканировать детей родителей мы начинаем тренировать свою интуицию мы пытаемся прочувствовать мы перероем весь интернет ага исчезает обоняние так у нас есть обоняние а у тебя есть давай я посмотрю нет я все-таки зажгу какую-нибудь восковую свечу и посмотрю услышит ли он его и начинать эта тренировка интуиции если раньше мы ходили спортзал и тренировали мышцы тоже и заставило нас тренировать нашу интуицию ну вот так а вы знаете мы к сожалению уже через полминуты покинем эфир но вопросов меньше к вам естественно не становится я к сожалению вот когда мы ушли на перерыв так и не дослушал историю как эта история была я вам скажу я там выиграл вы выиграли и все а на какой таможне вы работали я работал на российско-казахском участке границ замечательно вот эти две вещи иначе бы я себе не простил но оборвал человека на полусловие но я надеюсь что еще слово вернется и оно вернется вместе с вами в этот эфир спасибо огромное за участие в нем и до новых встреч я надеюсь если вам как говорится Чикаго придется по душе спасибо большое во всяком случае мой голос там прозвучал бог даст я и сам всего доброго спасибо субтитры субтитры Продолжение следует...